Залейте обратно на свои кучи, потому что открыть надо. Что открывать? Ну сам выйди тогда сюда, в коридор. Выползай. Вот так жители одного из барнаульских домов пытаются, так сказать, вступить в контакт с одним из соседей. Такое соседство всем порядком надоело. По самым скромным подсчетам, житель этой квартиры собирал в своей однушке мусор почти 10 лет. Всякие доски, всякие палки, что там только у него нету, это вообще. И тараканы. Пытаемся сами поговорить с жителем злополучной квартиры. Хозяин не сразу, но открывает. Судя по всему, он искренне не понимает недовольства соседей. Ну какой плохой запах. Они занимаются. У меня и так со здоровьем плохо. Сейчас я у приставов был. И что вам пристав говорит? Ну до 30 апреля надо вынести мусор. А вы это сделаете? Неизвестно. А что вам мешает вынести мусор? Здоровье. По словам жителей, летом мужчина лежал в больнице. Вернувшись, вел себя более дружелюбно. Даже начал выносить мусор. Но вскоре снова начал запасаться вещами, а еду готовил прямо на улице, под окном, на костре. Как нам рассказали соседи, некоторое время назад житель этой квартиры забирался в свое жилье через окно с помощью вот этой преступочки. Но по его собственным словам, сейчас его здоровье ему не позволяет делать даже это. Говорят, теперь из дома он практически не выходит, как и чем питается, неизвестно. Свет, воду в квартире, кстати, не приватизированный, муниципальный, давно отключили. Но опасность осталась. Жители боятся, к примеру, пожара. Сгореть или задохнуться может весь подъезд. Жалобы дошли до мэрии. Первый раз чиновники обратились в суд несколько лет назад. Не помогло. Недавно решили повторить. Позволяет эта статья в рамках судебного решения выселить без предоставления другого жилого помещения гражданина. Такая практика в городе уже есть. Но, к сожалению, судебное решение, которое состоялось буквально в текущем месяце этого года, нам было отказано. Почему, чиновники пока не знают. Но, возможно, суд решил дать Никулину еще один шанс навести в квартире порядок. Но власти и жители в это не верят. Будут подавать апелляцию. Мы же, в свою очередь, ждем ответа соцзащиты. Знают ли там о данном гражданине? И нуждается ли он не столько в преследовании, сколько в помощи? Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.